здравствуйте дорогие друзья сегодня мы начинаем цикл бесед об авторских методах центра б.р.давид в Иерусалиме мы поговорим о том что такое вообще означает еврейская медицина почему центр был мной назван именно так центр еврейской медицины и о том какие методы подходы за вот эти годы последние скажем так 10 лет наши практики помощи семьям и семья в которых есть дети с различными особенностями дети подростки что за это время было разработано тоже нами и какие методики казались наиболее успешными часть оказалась успешным часть не очень но опять-таки не практически одна методика разработанных мной нет она оказалась не очень употребленно потому что люди родители начали использовать не так как было сказано так как им считается правильным и получался совсем не то скажем так и так в этом цикле лекции будет рассказано о методах которые были это наши конкретно вот мои то и прежде всего авторские методы которые были разработаны для помощи людям которые находятся на расстоянии во много тысяч километров от нас один из методов все эти методы в основном были созданы лично мы на основе того опыта который у меня был накоплен за многие годы изучение целительства и человековедения прикладного в разных областях некоторые методики были созданы совместно но сейчас я перечислю основные методики и немножко их характеризую сегодня в основном вероятно речь пойдет об одной из этих методик которые используют начало использоваться уже достаточно давно и показал свою но практически безусловную эффективность в решении проблем которые считаются считаются либо трудно решимыми либо нерешаемыми вообще я сейчас назову пять методов из них вот три метода посвящены решению проблем которые действительно имеют такую планетарную важность то есть люди с этим сталкиваются живущие на всей планете методов действительного решения их практически ну мне неизвестно эффективно я имею ввиду те методы которых расскажу они они крайне просты в в реализации понятны и естественны весьма эффективны их эффективность со временем не исчезает а наоборот увеличивается и они что самое самое важное они не имеют каких-либо побочных действий по крайней мере ну за последние скажем 10 лет применения таких методов я не вспомню каких-то проблем которые рождались используя этих методов эти методы они основаны на еврейском мироотношении которые повторяю еще раз этот центр назван не просто так центром еврейской медицины этому есть серьезное основание почему потому что методы которые разрабатываются и все что делается оно находится в рамках вот еврейского мироотношения которое можно условно свести к нескольким таким основным постулатом может быть это говоря по простому это методы реализации любви к людьми к миру и ответственности перед ним перед собой перед богом перед людьми ну очень условно очень кратко точнее говоря эти основы первое целевая обусловленность мира и необходимость сознательного участия я потом поясню каждый из этих пунктов по возможности кратко то есть все что происходит оно происходит не случайно целенаправленно за этим стоит некая цель которая в которой есть наше личное участие второе это проявление любви да все вот эти методы которые это проявление уважения и любви к ребенку его потенциалу его основе к его сущности к нему как к личности ну естественно к родителям тоже и проявление ответственности что это значит практически это значит то что мы воспринимаем своих детей как во первых как объект нашей личной ответственности любви и ответственности понимание того что то что с ним происходит зависит от нас но при этом мы воспитываем в ребенке чувство собственной ответственности за свои действия и за их последствия пробуждение именно такого человеческого начала созидательного ребенка ребенка ребенок везет не очень условно опять таки прошу не придираться как бы к словам не растительное существование или животное а именно человеческое а человеческое это созидание это активное участие в мире это активный интерес к миру как интерес к создателю человек который что-то делает в этом мире и ему важен этот результат пробуждение активного творческого начала и реализации по поводу любви к миру к детям это может кому-то покажется странным но вот это вот отношение к себе и к другим с любовью как основа это есть основа еврейской традиции и фраза возлюбить ближнего своего как самого себя она написана она и есть основа еврейской традиции и она написана вот эта надпись на арон и кодэш в синагогах это арон и кодэш это шкаф в котором хранятся священные святки торы в библии и вот над ним надпись да а в тэрэхо камохо и возлюбить ближнего как самого себя ну некоторым это известно по другим традициям но исходно это еврейское мир отношения то есть мы относимся к ребенку в данном случае как вот создание божьему видя и любя в нем его замечательные свойства и не поддерживая в нем негативные его проявления видя в нем прежде всего хорошее так таким образом опять таки значит метод первый метод я его назвал baby видеофильдок он опять-таки он многим нашим подопечным весьма хорошо знакомый я надеюсь они сегодня тоже немножко об этом расскажут первый метод baby видеофильдок вместе с другим методом который второй метод он не метод понимания отношения и практический метод практически вместе с ним он позволяет решать те проблемы которые актуальны действительно во всех странах и не имеет своего какого-то действительно правильного решения в метод лечения стимов через их не подавление их а наоборот называется полюбиться и сотрудничать с ними и перевода их в сознательный уровень эти проявления стима так называемых детей они бессознательно как правило здесь ребенок их не замечает он их не видит он не видит себя со стороны он не может это оценить он не может это соответственно корректировать контролировать оценивать он их не может и после того как он получает возможность их увидеть происходит буквально в смысле чуда когда ребенок получает возможность увидеть себя со стороны так как он видится глазами окружающих происходит сам буквально в смысле чуда и то есть ребенок вот эти вот негативные проявления его всеистели и прочее они почему-то исчезают без какого-либо действия со стороны родителей без там подавления ограничения заставления пересекания и так далее то есть это самый такой яркий пример проявления тоже любит ребенку это помочь ему увидеть себя со стороны почему это работает сейчас я расскажу вообще о том что это за метод и потом люди расскажут о том как это они применяли и опыт этого на чем это основано опять-таки основывается это на еврейской традиции и на положение о том что человек создан был вот как написано в библии библия это перевод тора и еврейской библии на другие языки человек был создан по образу и подобию по образу и подобию кого образу и подобию творца существовав совершенного еврейской традиции исходит из того что человек условно не только еврейская что человек условно можно он состоит из двух компонент это корневая структура основы его душа его и ну вот то что внешне тело его особенности в немалой степени это все зависит от внешней среды еще просьба опять-таки не особо придираться к моим словам потому что я пробую простыми образами словами описать достаточно непростые многомерные категории вот насколько у меня это получится насколько это получится но просьба не слишком придираться к определению которое произношу они как бы для меня имеет одно значение а для любого слушающего вероятно другое немножко то есть человек состоит из стержней основы и ну и внешней стороны истории так вот с точки зрения еврейской традиции вот эта стержень основы душа человека она безупречна душа она чиста и непорочна ну в отличие от воззрений разных других религиозных традиций вот и практически ну когда происходит излечение исцеление это не происходит создание из чего-то дефектного больной человек скажем так с проведением разных всяких незамоганий из неправильного делом неправильного это просто восстановление это возвращение к вот истинной внутренней сути которая которая чистая и безупречная люди которые придерживаются еврейской традиции знают что вот во время утренних молитв каждое утро читается молитва и там есть один очень интересный момент да еще тоже метод это благодарение благодарность об этом потом как-нибудь первые слова которые произносит человек открывая глаза за счет того сначала он произносит благодарение маде они маде они маде они маде они маде они лефанеха мэлех тайвэ каямши запады и нишматы раба и монотехам благодарю тебя бог всевышний за то что вернул в меня мою душу велика вера твоя и после этого говорится такое анишамаши натата би теураги и вот это вот очень важно и это вот и есть основа того простого естественного метода который я расскажу это переводится так а душа которую ты в меня дал она чиста и поэтому когда мы помогаем ребенку подростку увидеть себя со стороны с помощью того метода который был придуман какое-то количество лет назад происходит удивительная вещь поведение человека меняется совершенно невообразимым образом в лучшую сторону при том что не совершается никаких действий можно это вероятно объяснить тем что душа человека получает возможность увидеть его самого вот его проявления вот какие они есть сейчас со стороны ребенку совершенно невозможно увидеть себя со стороны глазами других людей даже ну любому человеку собственно тоже это касается кстати не только говоря мне вот многие родители вчера позавчера писали это касается не только самих детей это касается и родителей тоже очень работает человек не может увидеть со стороны с глазами других людей если он подойдет к зеркалу он увидит нечто другое совсем то как он сам смотрит на самого себя это не то как он выглядит со стороны когда на него смотрят итак метод baby video feedback заключается в следующем во время скажем так нежелательных проявлений ребенка мы ему говорим мы обращаемся к его сознанию к его разуму который мы уважаем мы естественно мы не относимся к нему как какому-то ну ущербному человечку мы говорим с ним на равных с равным себе умным разумным мудрым человеком и мы ему говорим ну посмотри как ты себя ведешь вот ты такой замечательный хороший человек вот посмотри что ты делаешь что что ты вытворяешь сейчас это правильно раз сказали два сказали потом мы говорим что знаешь ты давай мы тебе поможем самого себя увидеть то есть мы ему помогаем чтобы он сам себя увидел достается телефон и включается на запись родители в это время превращается в кинооператора который старается максимально красиво снять сцену вот это вот кричащее лицо например махающие руки там кинающие ноги и так далее чтобы это было красиво сформировано чтобы картинка была правильная хорошо выглядящий и вот на минуту-полторы мы превращаемся в кинооператора который снимает это сразу после этого ну мы заранее предупредили что мы сейчас снимем и тебе покажем как тебе как мы тебя как ты себя ведешь сразу же после этого в этом особенности этой методики что мы немедленно вот сразу же после того как мы прекратили запись сразу же ему показываем и даем ему возможность два-три раза просмотреть это и прослушать и видеть вот это вот кричащее существо которое выглядит очень некрасиво и ведется безобразно и ребенок смотрит на это значит первые секунды он не понимает что происходит потом понимает что вот это вот то что вот кричит ему в уши и ведется это он и происходит чудо это прекращается вот судя по тому что мне вот на протяжении многих лет достаточно одного-двух-трех раз вот так вот показать ребенку его поведение без каких-либо даже комментариев особенных естественно без такого какого-то сердитого сердитого осуждения просто обращение ребенка ну посмотри пожалуйста ты такой замечательный человек что что что-то вытворяешь неужели так нужно себя вести обращение к ребенку как взрослому человеку практически и это работает вот такой очень простой метод он совершенно ненасильственный он основан опять-таки на проявлении любви и уважения к ребенку и результаты результаты великолепные но об этом я хочу вот слышать от тех кто это использовал чтобы мы поделились именно вот то как это у них происходит да те кто будет говорить пожалуйста вы представьтесь скажите из какой страны можно я начну здравствуйте сейчас одну секунду меня зовут анастасия я из России республика Крым Настя я тебя выведу а у меня ой здравствуйте сейчас секунду меня зовут анастасия я из солнечной Ялты у нас этот метод сработал не сразу и реакция ребенка меня конечно удивила потому что когда я ему включила он при этом еще и стерил то есть я включила ему в просмотр сразу он начал горько плакать вот из истерики такой знаете невменяемого какого-то звереночка ребенок стал плакать вот прям он как будто испугался самого себя со стороны и вот наверное на протяжении месяца вот сколько истерик случалось я ему включала и он очень-очень горько плакал и потом когда я начинала ему говорить в очередную истерику что Андрей я сейчас просто включаю камеру чтобы ты опять напомни тебе как ты выглядишь и он просто начинал прекращать истерику все с тех пор как-то вот у нас это все сошло на нет и теперь никаких наказаний не было нет никаких там противодействий все наказания которые я ну давид вы знаете какая я эмоциональная и по попе я давала и рыдала вместе с ним в этих истериках впадала в них еще больше чем он все отдавала только ну хуже результат то есть я в какую-то позицию ребенка впадала и соответственно как бы ребенку не давала покоя и самой себе и что еще я хочу сказать даже сейчас когда вот он начинает капризничать ну как ребенок но он же еще ребенок все-таки да где-то игрушку хочет не купили и начинает что-то там пытаться тупотить ногами я говорю Андрей ну ты же понимаешь как ты себя сейчас будешь вести ну это же просто ну это ужасно некрасиво и он просто начинает на лице меняться и говорит да и вот так вот пальчиком нельзя ну нельзя плохо плохо я говорю конечно плохо ну и вот как то так то есть это реально работает да не сразу это та же опять таки это не та волшебная таблетка когда болит живот да мы выпили и болит перестал если это делать систематически то даже с истериками моего ребенка это реально сработало круто ну у некоторых это сразу происходит да есть с ума сразу безусловно рассказать кое-что про старшего сына как она пробовала его снимать вот то есть как бы оно реально работает я же говорю у моего Андрея была реакция ну для меня неожиданная он испугался самого себя со стороны то есть его душа как бы увидела себя и да и наверное он действительно был удивлен он прям горько стал горько плакать вот как будто ребенок испугался спасибо да я хочу уточнить о том почему это было мной названо видеофидбэк видеофидбэк это обратная связь происходит но через видеопросмотр то есть видео показывается сразу уже то есть ребенок продолжает быть в этом состоянии он продолжает кричать орать и топать ногами или еще что то и он вот это же состояние как бы он оно приходит к нему со стороны сразу же то есть это происходит практически одномоментно поэтому вот именно так как это происходит во время биологической обратной связи то есть это не биологическая обратная связь это обратная связь сделанная с помощью видео средств ну очень хорошая можно одну секунду еще добавлю обязательно показывать сразу потому что я показывала поначалу я как-то недопоняла я показывала тогда когда он уже успокоился у него это вызывало ну какой-то такой глупый смех со стороны понятно ну то есть вообще как бы не то а вот если сразу вот прямо в процессе истерики реально ребенок начинает как-то ну действительно вот душа начинает видеть себя со стороны вот оно по ходу так и есть кто еще что-то хочет сказать давайте я скажу ну Давид меня зовут Настя из Крыма так забыла она забыла сказать здравствуйте всем меня зовут Стелла я из Голландии я тоже хочу сказать по поводу методики Давида который вы посоветовали вот это baby видео фидбэк значит я снимала поначалу тоже он не хотел вообще даже смотреть еще больше истерил но я продолжала опять-таки повторять все и нужно именно да действительно сразу показывать как только ребенок вот в таком состоянии неадекватно сразу им показываешь он как-то останавливается то есть это это нам очень помогло но не сразу он видимо это понял через несколько раз только что как это некрасиво смотрится на самом деле вот эти все истерики вот это неадекватное поведение и стима его я снимала вот ну и результаты конечно не заставили себя ждать были очень хорошие результаты он просто переставал истерить когда видел себя со стороны да но я и продолжаю в том же ключе когда такое неадекватное поведение я вот до сих пор этим пользуюсь да за что вам очень благодарна спасибо большое это очень действенная методика а сколько ему лет тогда было а вот когда я начала эту методику ему было тогда 11 лет да сейчас ему 14 то есть относительно взрослого возраста это тоже работает да да конечно работает он тоже видит себя со стороны и видимо понимает что как это смотрится нехорошо да некрасиво свой голос слышит кричащие и это все очень помогает да подействовал на него но не сразу нужно вот я так советую набраться терпения и тут же показывать вот как Настя сказала вот как заснял тут же и он еще в этой истерике быстро ему показать конечно он пытался телефон вырвать с рук он кричал что типа ней ней что он не хочет это видеть все но все равно я продолжала на расстоянии да да ну показывать ему вот это все и он замолкал в итоге да достаточно удивительно слышать так со стороны если посмотреть потому что ничего же не делается и не говорится ему не заставляется оно само происходит как то вроде бы но видимо это не само а все таки ребенок хоть как то да но он понимает что это все это смотрится неадекватно оказывается что ребенок который ведет себя иногда совершенно каким то странным образом назовем это так так и его поведение достаточно сложно вытерпеть вообще и этот ребенок оказывается он внутри умный что у него внутри совестливая душа которая вот не безразлично то что происходит что он действительно внутри очень хороший человек несмотря на то что внешне ну и проявления ну как бы сказать тяжелые для окружающих да да это действительно хорошо помогает методика надо просто повторять несколько раз может быть не с первого раза но вот именно несколько раз когда повторяешь ребенок в конечном итоге понимает что это действительно некрасиво смотрится хорошо спасибо и вам спасибо за методику большое здоровье кто то еще хочет что то сказать рассказать да о о о Ой, я всегда вспоминаю и смеюсь на то, что происходило с Васей. Помнишь, как ты его хотела снимать и не получалось? Здравствуйте. Я Клинкина из Точи. Я расскажу про обоих детей, потому что у меня про младшего я вам, Давид, тогда не рассказывала, потому что я, знаете, даже не придавала значения, что я это использую. Мне все казалось, что это только... Там, правда, не аппетитные будут подробности. Этот момент, когда мы с вами только познакомились... Я помню, помню, да, по углам. Да, это размазывание фекалий своих по углам. Ребенку еще не было... Да, пять лет ему исполнилось, это был март. Нам исполнилось пять лет, и, собственно, все это было по углам, и все это размазывалось. Я к Давиду обратилась по поводу того, что нам надо срочно научиться ходить в туалет. Ну, кроме того, что он до туалета не доходил, но это не просто по углам, простите, мазал, он это в потолок кидал, чтобы оно прилипло. Я об этом не знал. Ну, это было уже перебор рассказать. В общем, я это... Вы мне тоже про этот метод сразу сказали на тему других там моментов, и я это сняла один-единственный раз, я ему показала. И у него был такой вот шок. Кака, кака. Потом он ходил и тыкал пальцем в потолок. Мыть там, мыть здесь. И, в общем-то, мазать это он перестал просто с первого раза. Хотя я ему сто раз уже показывала, да, вот лично. Витя, смотри, ты стену измазал. Витя, смотри потолок. Но почему-то без видеомомента оно не ложилось, вот что это я измазал этот потолок. А с видео оно легло, что да, это моих рук дело, и да, это надо исправлять. Ну, и потом через две недели, в принципе, он вообще стал на туалет ходить. Ну, не только рук дело. Это не просто шутка. Собственно, решилась проблема с туалетом. Он сам стал ходить, он стал контролировать свои вот выделения. И сам стал ходить в туалет. Ну, очень интересно. А я об этом не знал. А я просто это один раз сняла, и после этого вот такое случилось. И про Василия. Василия, значит, мы начали заниматься непосредственно вот его проблемой таким методом. Ему было уже 13, 13, 14, 15 лет. Оно возвращалось иногда, но суть была в чем. У ребенка совершенно как бы адекватный, нормальный, но у него была непонятная вокализация. Такая, как писки, визги, я не знаю, происходящие постоянно. На протяжении каждых там пяти минут вот он сидит, ест или сидит, смотрит телевизор, или сидит и пишет даже домашнее задание. И у него идет вокализация. У нормального ребенка. Ну, это дичь какая-то. Когда я ему об этом говорила, собственно, он объяснял, что он не может это контролировать, что это такое совершенно вот бессознательное, вплоть до того, что давай, мама, лечиться, давай таблетки пить. И вот Давид сказал снять. Я взяла камеру и просто я собиралась только снять и сказала, Вася, давай я сниму, чтобы... И вдруг оказалось, что мы это можем контролировать, вы знаете. И вдруг оказалось, что это все вот в контрольной голове. А когда я все-таки сняла один раз, то есть я ее брала, и он тут же это прекращал делать просто на весь день. Да, я помню, как ты ко мне как-то обратил, сказал, что снова что-то у него не то происходит. Я тебя попросил записать, как это выглядит, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Ну, с его, естественно, позволения и так далее. Во время следующего разговора я спрашиваю, ну, где эти видео? Они возможны. Да, я не смогла снять. А почему? А вот как только я начинаю вытаскивать телефон, тут же становится белым, пушистым, как будто ничего не было. Да. Я тогда очень смеялся, говорю, что именно это же и требовалось. И, в общем, сейчас этого, конечно, всего нет. Все у нас нормально. Спасибо. На здоровье. Так, кто-то еще что-то хочет сказать? Да, я хочу сказать. Можно? Да, сейчас. Кто это у нас? Вот. По поводу нашей истории с вот этим методом вашим. А из какой страны, во-первых? Украина. Мы с Украины. Вика с Украины. Сын Дима. Нам 6 лет уже. И получается, как бы после вашего лечения ребенок вообще был спокойный. И у нас, в принципе, истерик таких особых, скажем так, никогда не было. Были там стимы, были разные проявления. Но с истериками мы особо никогда не имели дела. А вот этой осенью у нас появились истерики. То есть для нас это был небольшой шок, потому что мы не понимали, почему это происходит. Но сначала относились к этому терпеливо. Мы думали, что это, ну, такой этап развития у ребенка. Ну, когда-то же они должны были у него появиться в какой-то степени. Но когда они уже начали переходить вот эту вот норму приличия и норму нашего терпеливого восприятия, когда он истерил до безобразия. Вот хотел там, вот хочу то, не знаю что. Дайте мне там то, чего дома нет. И истерил, истерил, истерил. Капризничал, падал на пол, крутился вокруг своей оси. Ну, то есть и ничего не помогало. Вот как у Насти. Ругал, хуже еще становилось. Рыдал вместе с ним, не помогало. Просил, не помогало. Ничего не помогало. И вот в один из каких-то дней, когда я отсутствовала дома, он закатил мужу истерику. Я ему сказала, сними его на видео, вот как вы мне посоветовали. Он его снял на видео, и после этого ему начал показывать. То есть первая реакция была у него такая, 50 на 50. Он удивленно посмотрел на себя. Но мы ему включили не на телефоне, мы ему включили на мониторе. Мы его скинули на компьютер сразу, посадили перед большим экраном, чтобы он хорошо видел себя. И он как бы сидел, да, он внимательно смотрел, с первого раза внимательно смотрел. Хотя перед этим, в принципе, истерил и был вообще в непонятном восприятии. И первая же реакция была довольно такая, ну, необычная. Он внимательно посмотрел там полторы, две или там три минуты, как он истерил. После этого всего он еще раз буквально повторил нам истерику. Мы опять достали телефон. Он сразу же начал успокоиться. Вот видите, как реагирует? Про него рассказывают. Понимает, во-первых. Понимает. Он очень понимает, когда про него говорю. Сразу же понимает. И в результате второй раз, это был уже наш, можно сказать, последний раз, больше истерики такие не повторялись. Только достали телефон, сразу же реакция обратная. Вы не давали ему какие-то успокоительные, никакие процедуры, там, еще что-то, ничего не делали? Ничего мы не делали. Абсолютно ничего не делали. Просто сразу, вот ребенок, достаешь сейчас телефон, он смотрит прямо в телефон и моментально перестает плакать. Я вижу, он хочет плакать. Я вижу, он хочет покапризничать. Но он этого не делает. Он просто успокаивается. Просто все, он смотрит на меня внимательно, я снимаю его до последнего. Он два раза там может попищать, что-то поплакать. Показываю ему. Ну и объясняю, что ну зачем себя так вести? Ты же хороший, воспитанный мальчик. Ничего страшного не происходит вокруг тебя. Обо всем можно договориться. И ребенок успокаивается. Просто все, он перестает это делать. С истериками мы так проблему, в принципе, решили. Теперь решаем проблему с другими нежелательными видами поведения. И я хотела вам задать еще вопрос по поводу желательного поведения. Вот допустим, ребенок там выполнил какое-то задание. Я не знаю, позаметал, поубирал там, когда его попросил. Стоит ли такое тоже снимать на видео и потом ему его же со стороны показывать? Чтобы он видел, как он хорошо себя ведет. Разумеется. Это обязательно. Но только так, чтобы это не превращалось в способ какой-то дрессировки его, что ли. Чтобы просто один раз ему показать, смотри, как ты хорошо видел. А в следующий раз просто уже поводить, говорит, молодец. Смотри, как не просто вот абстрактно. Вот какой-то молодец, ты что-то сделал. Нет. Вот конкретно. Вот смотри, видишь, как чисто стало там, где ты убрал. Вот только благодаря тому, что ты это сделал, ты стал так замечательно. Какой ты молодец. Как ты вот порадовал. Ну, как мотивация. Конкретный пример. Помыл посуду, отделся сам. Вот и молодец. И прочее. Не надо из этого делать... Какой-то культ. Да, что-то неестественное. Изначально, да, можно. Если это ребенку... Все индивидуально. Если ребенку важно увидеть со стороны, как он это делает хорошо, вот по опыту многих людей, да, им на определенном этапе, им это нужно. Потом уже нет. Это не должно входить в практику. И если вот ребенок порисовался, он что-то сделал. Нет. Ни в коем случае. Но изначально, чтобы он тоже это увидел, оценил, как вот хорошо, как замечательно, если порадовались. Изначально для некоторых это очень важно. Да. Но это не должно входить в правила, привычку, практику. Способ дрессирования его или получение каких-то благ за счет того, что вот он сделал. Это естественно. Вот он сделал хорошо. Это естественно. Это жизненно необходимо. Это естественно просто. Это то, что должно быть постоянно, и это постоянный источник радости для него. Для некоторых это важно, что увидеть со стороны, что другие тоже видят. И сейчас могут увидеть в дальнейшем, как ребенок замечательно себя проявил. Но без фанатизма. Я ответил. Спасибо большое. То есть это не должно становиться самоцелью ни в коем случае. Да, да, я поняла. Спасибо. Рада за вас. Так, есть еще кто-то? Здравствуйте. Я Арменька из Одессы. Да, привет тебе. Кстати говоря, тоже люди из разных стран, люди разных национальностей, в том числе разных мероприятий. У нас самая проблема была, часто истерики. Причем из-за маршрута. Один и тот же маршрут постоянно. Ей стоило только поменять дорогу, у нас истерика. Ну, я тоже попробовала ваш метод. Поначалу ему, он не мог понять, что происходит. Потом он сам включал, смотрел. Истерика сразу же прекращалась. А потом уже... Когда это было? Когда ему было три годика. Замечательно. А сколько времени назад это было? Это три с половиной года назад. Ага. После этого он уже перестал. Как только я снимала мобильный, он сразу же молчал. Сразу же прекращал и шел туда, куда я его водила. То есть это помогало ему увидеть себя со стороны, оценить. Да, да. Без всяких воспитательных мер. Без наказаний. Я просто молчала. Воспитательных и прочее. Это прекращалось. Кстати говоря, это ты сейчас произнесла, назвала одну очень серьезную проблему. Да. Хождение по одному и тому же маршруту. Я никуда не могла его водить из-за того, что нет. Он должен был ходить только по этому маршруту. Куда я не могу? Может быть, я ошибаюсь, но я не припомню того, что ты мне об этом рассказывала. Что вот была такая проблема, ее нет. Я на то время даже и не понимала, что это одна из проблем. Ну, это обычно всегда так происходит. Происходят изменения, которые люди не замечают. А потом через какое-то количество времени, иногда даже через год, иногда через несколько дней, вдруг обнаруживают. А та проблема, которая была все годы и приносила немало страданий, была вроде бы безвыходна. Она решилась без того, чтобы ее решали. Как-то. Я просто это воспринимала как истерику. Но не как проблему с маршрутом. Это очень серьезная проблема вообще. Которая портит жизнь всем тем теми, в которых есть, видите, с подобными проявлениями. Это очень серьезная проблема. И вот замечательно, что он таким образом решился. Опять-таки, все всегда индивидуально. Для вас именно это помогло. Для кого-то там по-другому будет. Ну, вот приятно слышать о таких результатах, что меня вот всегда забавляет. О том, что я слышу от родителей о том, что у них произошли какие-то там изменения с детьми. И с ними самими. Иногда через много лет. Я спрашиваю, вот как сейчас. Вы вообще об этом говорили? Мы этим занимались. Они говорят, нет. То, что мы же обратились по другому поводу. У нас больше другое волновало. А вот это вот оно само собой как-то решилось. Ну, рада за вас. То есть это было больше трех лет назад. И помогло практически после одного-двух раз применения. Да-да, пару раз, и у нас вот с маршрутом проблемы произошли. Не возвращалось. Да, истерик тоже намного меньше стало. Вообще, прямо с точки зрения любого специалиста в этой области, слышится подобное очень странное и удивительно. Потому что вроде ничего не делали. А результат есть, причем такой, который невозможно достичь известными способами. Да, кстати, возможно, вы помните, наши истерики перешли в пение. Когда мы к вам приехали, помните на лечение? Когда пытались посвятить его, он начал подпевать. А, в пение. А, ну я это тоже часто говорю родителям, что помогайте ребенку перевести произносимые им звуки практически в пение. То есть не говорить что-то, а петь это. То есть наполнять, перед тем, как ребенок что-то говорит, подросток, наполнять легкие и бока буквально воздухом. И выдыхая уже большой объем воздуха, что-то даже не говорить, а пропевать. И помогает и снятию зажимов в произнесении. Можно долго говорить о том, какие механизмы тут включаются и так далее. Да, пение тоже это то, что я постоянно рекомендую. И это тоже весьма хорошо помогает. Тут тоже Настя может об этом рассказать, как это могло им. Ну, это не в этот раз, это, может быть, в следующий раз. Сейчас у нас тема другая. Сейчас конкретно вот эти. Бейби видеофидбук. Спасибо. Иван, спасибо. Да. Давид, здравствуйте. Могу ли я у вас задать насчет этого метода вопрос тоже? Да. А кто это говорит? Дарья. Меня зовут Дарья. Я с России. Мы к вам совсем недавно обратились, буквально, ну, совсем. То есть не так сильно знакомы со всеми методами. Ну, вот я бы хотела спросить насчет именно видеосвязи, видеосъемки ребенка. Он не говорит у нас, Матвей не разговаривает. То есть, но у него речь, она на уровне лепета. То есть много звуков, много произношения, но он пытается объяснить. По нему видно, что он прям пытается что-то тебе сказать, но он не может связать слова. Может ли помочь этот метод именно, когда он пытается что-то донести, как это звучит? То есть, если он услышит, что он говорит, может ли это повлиять как-то на речь? То есть, вот эта несвязанная речь, но причем она как бы эмоциональна. Он пытается в этот момент как бы донести что-то до тебя, но она несвязанная. Может ли он помочь как-то подтолкнуть его к речи к связанной боли? Или же это не будет действовать такой метод? Спасибо. Я тебе сначала отвечу по еврейской фразе. Тоже она одна из основных в еврейском мироотношении традиционном. Звучит она так. То есть, мы сделаем, а потом услышим, увидим, осознаем. То есть, сначала надо сделать, а потом уже оценивать результат. Причем речь идет не просто сделать, речь идет о правильном действии. О правильном действии. Поэтому говорить это может или не может помочь. Можно, конечно, но важно, если считается, что это правильно сделать, просто это сделать. Именно с целью помочь ему увидеть себя и помочь взять эти функции под контроль. С моей точки зрения, с точки зрения нашего опыта, достаточно немалого с помощью людям в таких ситуациях. Да, достаточно большой вероятности это может ему помочь. Да, я бы хотела еще сказать один момент. То есть, я не была в курсе про методы, именно про видеосъемку. Но когда мы к вам записывались на консультацию, мы снимали как раз ребенка. И так получилось, что мы снимали момент его, как сказать правильно, он... Выжилательное поведение. Да, именно вот эти видео. И в этот момент мы просили его собрать игрушки. До этого он никогда этого не делал. Но все-таки мы на этом настояли. Он собрал игрушки сам. И после этого получилось так, ну, не случайно, буквально, что он со мной просмотрел это видео. И я вам скажу, вот на самом деле, после этого он начал собирать игрушки. Мы были с папой настолько удивлены тому, что он никогда этого не делал. Но после вот этой ситуации, когда он просто несознательно посмотрел со мной это видео, как он это делает, мы его похвалили. Смотри, Матвей, какой ты молодец, ты собираешь сам игрушки. И он начал после этого действительно сам собирать. После слов Матвей, давай собирать игрушки. Он встает и начинает это делать вместе с нами. Удивительно и радостно слышать. То есть подобный метод, он работает вне какой-либо связи с нами. И дает весьма хороший результат. То есть это практически применило еще до знакомства практически с нами. Да, я даже, мы об этом не подозревали, но на самом деле я думаю, что стоит пробовать. И возможно, именно для нашего ребенка это поможет. Да, оно работает замечательно. И по поводу конкретно того, может ли это Матвей помочь с точки зрения, разумеется, да. И более того, необходимо. И это способ записывания себя и прослушивания, например, для постановки голоса и поведения. Матвей – это само собой разумеющийся метод. Он используется повсеместно и постоянно разными менторами, методами, которые поступают. Это происходит постоянно. Это естественный метод оценки себя и того, как должно быть правильно. Я расскажу один, это не только по поводу Матвея, это по поводу вообще вот этого метода. Он показал свою эффективность и даже в таких случаях, в которых вроде бы не может сработать, и ни этот, ни другой. Речь идет о ситуации, когда у ребенка есть серьезные органические поражения, которые ограничивают его движение, ну и многое другое. Я имею в виду детский церебральный паралич. То есть это не что-то ментальное, это не особенности поведения какие-то. Это конкретно это состояние, которое является следствием органического поражения, структур головного, спинного мозга. Ну, не только. И может ли подобный подход смотреть на себя со стороны, может ли помочь детям, подросткам с вот таким тяжелым заболеванием детский церебральный паралич? Первый ответ, который возникает, конечно, нет. Потому что, ну, а что с того, что они увидят? У них мышцы же не заработают, которые не работают, которые находятся в спастике, например. Это чисто физиологически. Области мозга, которые, скажем так, не функционируют, следствием вот этого ДЦПа, не следствием ДЦПа, ДЦПа это проявление этого. Области мозга, которые не функционируют, потому что они органически поражены. Как бы, следствием мозга мертвых, другим языком говорят. Прошу не презираться с другим словом. Может ли это что-то дать ребенку, как подростку, улучшить состояние своего тела, движение своего тела? Первый ответ, понятно, что нет. Но практический ответ жизни, что да, у нас было несколько таких вот подопечных из разных стран мира, и в том числе из Израиля, которые, у которых было вот такое состояние, им показывали то, как они двигаются, и происходило на глазах чудо. Одному ребенку было год 4-5, это ребенок из Израиля, другому ребенку, это было подросток практически, Полина Воробьева, ей лет тогда 12, было из России. Ну и происходили. Просто чудеса, буквально в смысле, что касается Полины Воробьева, например, ну не только, другого ребенка тоже, есть в видеозаписи, то, как ребенок двигался до, и как ребенок стал двигаться после. Повторяю, ну и также, это еще и Рома Романов из Белоруссии, ему тогда было 16 лет, он стоять не мог, он падал, потом есть видеозаписи, где он бегает. Опять-таки, в это сложно поверить, но это просто называется, можно видеть своими глазами. И подобные изменения их, ну еще одно, там вспоминается несколько, еще таких вот подопечных, рассказы и видеозаписи есть у нас на канале в Ютубе, и на странице про них, там не только, есть еще и другие. То есть, это работает даже в случае с ДЦП. А что касается, вот, помощи в произнесении, в постановке голоса, это само собой разумеющество. Слово, что есть даже специальные программы детские игры, которые в этом помогают. Это обычные совершенно программы, которые вот детские, которые есть в системе Android, например, это говорящий Том. Это такой котик, который вот смотрит на тебя с экрана, и там стоит такой, включается микрофон, человек что-то говорит, и этот котик, он произносит, это немножко искаженный, звуковой там, меняется тембр, как бы на кошачьем немножко. Но человек слышит то, что он сказал, устами уже кота. Есть, по-моему, еще подобные такие игры, кто-то меня напомнит, может быть, не говорящий Том, там есть еще такие, всякие говорящие животные, которые, эта игра как раз заключается в том, что ребенок тренируется произносить что-то, и слышит это, немножко искаженном варианте, но как бы он слышит свой голос, и он слышит такое. Он учится говорить правильно, что через вот эту игру. То есть очень даже может быть полезным ответ. Следующий. Есть кто-то еще? Или будем завершать? Можно я скажу? Да. Кто это? Ну давайте вы рассказывайте, потом я расскажу. Кто? Кто говорит? Прошу присправиться. Из какой страны и кто? Дана. Я, Дана, значит, здравствуйте еще раз. Я с Казахстаном, и меня зовут Дана. Вот. Все ваши методики... Другой религией, уже ислам. Да, ислам. Ваши все методики нам помогают. С знакомства, как мы с вами познакомились. Помните, когда он истерил, плакал, я всегда его сняла. Вся галерея, у него было полное его видео. Ему показывают сразу же, он сразу замолкает, себя смотрит, потом сам начинает переживать, и вот так делает. Потом на меня смотрит и успокаивается. Очень такая хорошая методика. Всегда. До сих пор применяем. Сколько ему лет было тогда? Тогда ему было 8 лет. Тоже достаточно взрослый. Да. И достаточно сильный. Да. До сих пор мы эту методику... Я уже начинаю на видео снимать, он сразу успокаивается, на меня смотрит. Типа, ты меня не снимай, я буду хорошим. То есть он не обижается, не злится, ничего. Он просто... Нет, нет. Только позитивная реакция практически. Да. Ну, он себя когда смотрит, иногда в галерею заходит, все пересматривает, и прям где он там нервничает, плачет, он тоже так переживает за себя. И вроде бы как-то это... Понимаешь, что так нельзя, не красиво это так. Ну, видно, да. У него слюни текут, копли текут со всех сторон. Понимание всем девушкам, всем мамочкам. Я достаточно часто, особенно родителям, девочек. Девочек. Люда, уразовайся, можно потом расскажи о том, что у вас происходило. Я достаточно часто родителям... Родители вот слышат, когда ребенок... Они звонят по поводу того, что ребенок как-то не так себя ведет, плачет. Вот как раз я прошу в этот момент позвонить, чтобы я мог с ребенком пообщаться и помочь ему измениться в лучшую сторону. Родители с удивлением, может быть, слышат такое, что я говорю ребенку фразы, которые... Ну, странно. Вроде не должны говорить все такие фразы ребенку, но только девуш... Достаточно взрослые девочки, девушки. Я этой девочке маленькой, этой молодой девушке, я говорю, ну, посмотри, когда ты плачешь, ты становишься такой некрасивой. Когда ты себя вот так-то ведешь, там, такие-то вот вещи выделываешь, ты становишься такой некрасивой. Ты же такая красивая вообще, такая замечательная, такая умничка. Ну, когда ты платишь, когда ты делаешь вот такое, ты такая некрасивая становишься, и все это видят еще. Ну, зачем тебе это надо? Вроде бы совершенно не ребенку такое положено говорить, но оно такое тоже работает. Люда, если можно, расскажи тогда о двух словах. Дан, спасибо большое. Это у нас был Казахстан. Да, спасибо вам, Дэвид. Благодарим вас. Здравствуйте. Да, а ты откуда? Украина, Одесская область. Да, мы вашу методику, ну, пришлось использовать вот прямо на этой неделе. Дочке 4 годика сейчас, и у нас, по всей видимости, кризис трех лет. Ну, я вам скажу, меня это радует. Это кризис трехлетнего возраста, как называется, психология? Да, 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 потому что она решила, что она моя начальница, и я должна делать все, что она хочет. Вот как-то это, знаете, вот буквально за одну неделю вот ребенок поменялся. Сначала мы не поняли, но потом было понятно, что все-таки она хочет лучше, или чтобы я рядом стояла, или чтобы я только катала ее на качели, ни на шаг дальше не уходила. Вот. А в один прекрасный день вот начались истерики. Она решила, что она не будет кушать суп, она будет кушать только конфеты. И вот истерики продолжались несколько часов. У нас еще такого не было. Я думаю, боже, что с моим ребенком случилось? И вот я вспомнила ваш метод. Где-то я его на конференции уже просто слышала, и вот сняла ее так, совершенно спокойно сняла, и стала ей сразу же показывать. Реакция была, конечно, интересная. Она перестала вот выгибаться, кричать жутко, просто стала хныкать, сразу же увеличились глаза вот так вот, брови поднялись. Она была в таком недоумении, что это, что происходит. Вот. Ну, и я скажу, наверное, ей это сразу не понравилось, вот как она себя ведет. Я ей сразу показала два видео. Вот посмотри, как ты себя ведешь. Так же некрасиво. И вот, ну, скажем так, таких продолжительных истерик у нас больше не было, и слава Богу. Там бывает, она чуть-чуть начнет вот что-то. Вот я ей сразу... Кстати, она после этого стала бояться телефона. Вот в этот же день, и на следующий день, как только я брала в руки телефон, она сразу же махала мне, оставь его, ну, как бы боялась его. Вот. Поэтому у нас этот метод сработал, ну, буквально сразу. Я была в таком недоумении, как так, ребенок кричал два часа, и тут буквально... Ну, хорошо, что я вовремя вспомнила и вам сразу написала. Вот. Буквально понадобилось две минуты, ребенок успокоился, покушал суп, потом уже получил свою конфету, как она должна была быть. То есть вопрос проблемных пищевых предпочтений решился каким-то совершенно нефизиологическим образом. вопросом. Да, да. Ну, мне бы даже в голову такое не пришло. Вот. Поэтому огромная благодарность, конечно, потому что, ну, понятно, что ребенок осознанный, она все понимает и очень быстро, хитрит. Нужно воспитывать. воспитывать. Мы не говорим о том, что дети должны быть лучше, чем родители. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы детей не ограничивать как-то и держать в каких-то рамках, наоборот, содействовать тому, чтобы они стали гораздо более умными, успешными в жизни людьми, более счастливыми, чем их родители. И в этом роли родителей, я думаю, в том, чтобы содействовать тому, чтобы дети были в буквальном смысле во многих отношениях лучше, чем родители. И родители должны подавать им пример правильный тоже. Да. Ну, хотя это немножечко в другую сторону, но тоже почему захотелось сказать. Потому что, наверное, почему захотелось сказать, наверное, потому что это еще одно, то, что ты сказала, и опять-таки, я тоже об этом не знал. Или ты мне рассказывал про это? По-моему, я уже не понимаю. Наверное, нет. Про конфеты нет. Нет, нет, про конфеты нет. Да. Это еще одно подтверждение того, о чем мы говорили, что с точки зрения еврейской традиции душа человека, она чиста. Даже когда ребенок ведет себя по-дурному, это не нужно это воспринимать как вот его проявление его сути, сущности, что вот он такой. Нет, он другой, он хороший, он добрый, заботливый, умный, это еще не проявилось. Но это вот мы должны вот как раз как родители содействовать тому, чтобы это в том числе нашими усилиями, через реализацию нашей ответственности перед ним, чтобы это проявилось в его хорошее свойство. и это вот самое главное. И оказывается, что все решается очень просто как-то само. Разве ничего не делается? Ну, с Божьей помощью как-то оно происходит. Да, только с Божьей помощью. Спасибо вам огромное. На здоровье, да. Ребенку привет. Обязательно. Да, ты не забывай ее хвалить, когда она делает что-то. Ой, для нее это очень важно. Вот это именно, да, это такая личность. Поддержка, да, сказать, что она замечательная, она умничка. Для ребенка это крайне важно, особенно, когда он привык к тому, что к нему относятся как к какому-то поводу для расстройств, переживания, что он какой-то не такой, и что из-за него всем плохо, и так далее. Что, ну, что-то совсем такое неводушевляющее, скажем так, отношение. А тут ребенка уважает его, любит, говорит, какой ты молодец, какой у тебя потенциал большой, хороший, как ты замечательно все делаешь. И как это нам нужно, самое главное. Да, спасибо большое. На здоровье, да. Всего доброго. Так, мы приближаемся к окончанию. Кто-то еще что-то хочет сказать? Если никто... О, дожить попреждение, извините, пожалуйста. Именно по поводу baby video feedback. да. У нас прямо сейчас происходит ситуация, да, ребенок на улице раздевается, не одевает одежду. Вот. Прошу прощения, кто говорит это? Меня зовут Ольга, я из России. Ага, да. Вот, прямо в данный момент сейчас побегу спасать ситуацию, вот. Может быть, у кого-то были такие случаи, что именно этот метод видео помогал именно с одеждой. ну, то есть у нас сейчас прям эпопея, то, что новое не одевается, одевает только старое, пусть оно грязное и уже мало, но категорически новые вещи отрицают. на улицу одеть не можем, на улице он раздевается. Ну, во-первых, кто-то мне буквально вчера присылал видеозапись того, как ребенок первый раз в жизни оделся. Что этим могу сказать по поводу этой ситуации? Надо всегда относиться к ребенку с очень деликатным и с уважением. если ребенка как-то это сильно может ну, уязвить, скажем так, запись на улице его поведения, другие тоже смотрят, как мама записывает его и так далее. Это делать, наверное, не нужно. в случае, если это никто особо не видит и для того, чтобы опять-таки помочь ему увидеть себя со стороны, это может оказаться правильным сделать. Но опять-таки это не должно становиться регулярно повторяемым действием, это просто такая однократная помощь ему в том, чтобы он себя увидел со стороны. Это не для того, чтобы кому-то показать, это он себя должен увидеть. Вы должны увидеть и оценить, как взрослый, разумный, хороший человек, замечательный, свои проявления. То есть это делается для него исключительно. Можно попробовать опять-таки в случае, если это не будет создавать какую-то неправильную ситуацию в его глазах или в глазах окружающих людей, которые тоже могут заснести от ментальности и прочее. А что это ребенка записывается? Ну да, все абсолютно всегда индивидуально и все должно быть очень деликатно, ответственно и бережно. Для кого-то что-то подходит одно, для других нет. Все всегда индивидуально и надо очень деликатно и ответственно к этому подходить. Естественно, перед записью, если вы делаете где-то, ребенку надо сказать ты себя не видишь, давай тебе поможем. И делается это изначально как помощь ему. Не то, что его заснять и потыкать его носом в это что-то, а какой-то нет, ты хороший человек, который ведет тебя со всеми. Извините, а можно я по поводу одежды добавлю? Да. Елена, Россия. У нас тоже была такая ситуация, что ребенок новую одежду без желания одевал. Мы решили эту проблему таким образом. Мы шли в магазин, и он выбирал одежду, допустим, новую куртку или новые штаны выбирал он. И если в магазине ему вещь нравилась, естественно, по размеру ориентировались мы, тоже сами, а выбирал он. Вот у нас тоже была такая проблема, что допустим куртку... с проявлением любви, уважения, доверия к ребенку, что ему доверяется это делать. И что он ответил за это. Не то, что на него напялили, он вынужден таскать на себе что-то. Он сам выбирает, оценивает, смотрит, сравнивает с другими, правильно? Другими вариантами той же одежды. И решает, что он хочет или вообще ничего из этого он не хочет. Замечательно, спасибо. Спасибо большое, да, попробуем. Спасибо огромное. Да. Ладно, тогда, если нет желающих что-то еще добавить важное, и тогда будем завершать. Я вкратце расскажу то, о чем мы поговорим в следующий раз. Тема тоже крайне важная, она действительно важна в глобальном масштабе. Это стимы и их и метод их не коррекции, а практически получается лечение и перевода в позитивное действие. Опять-таки, это основано на еврейском подходе. мы видим во всем, что происходит и в любых действиях ребенка, даже самых неадекватных с нашей точки зрения, опять-таки, как-то махание руками, прыжки на месте, крики, качание из стороны в сторону, ну и прочие подобные так называемые самостимуляции, поэтому называется stimulation, stimming, мы видим в этом не проявление какой-то болезненности, которую мы должны как-то скорректировать или не допустить, а мы видим в этом проявление потребности, позитивной какой-то потребности ребенка, то есть потребность, как это ни странно, оздоровить себя, сделать себя лучше, и мы с этим не воюем, мы с этим сотрудничаем, подходя к этому с любовью, пониманием и заботой, и выражается это, опять-таки, очень просто, вместо того, чтобы подавлять вот эти проявления или не обращать на них внимания, игнорировать, либо еще как-то, либо объяснять себе, что ребенок таким образом успокаивается, но от этого ничего лучше не происходит. Вместо этого мы переводим эти проявления в... мы их переводим в пользу, скажем это так. Мы содействуем тому, чтобы ребенок стал делать делать эти движения осознанно, целенаправленно и контролируемо, прежде всего, им самим. Что это значит? Имеется в виду следующее, что все эти проявления, они, как правило, не бессознательны. Ребенок не просто их не видит со стороны, как это видят глазами других людей, он на них не обращает внимания, он их не замечает. Вот возникло какое-то ощущение, чувство, ну и там тело пошло качаться, к примеру, вот так вот, со стороны, в сторону, к примеру. Или крылышки возникли и так далее. Если с этими сражаться, наоборот, этому содействовать и перевести это в ранг сознательно выполняемых ребенком действий, получается, происходит чудо. То есть, происходит реализация этой потребности, которая, с точки зрения весьма изначально положительная, что-то хорошее в этом есть. Человек себя этим не считает непроявлением, его какой-то, ну, ничего-то дурного, скажем так, а наоборот, позитивное. И через, и мы просим ребенка делать это или где-то даже в ситуации, когда он вынужден это делать, делать это не два-три раза, например, когда он махнул руками, а как упражнение, например, десять раз подряд. Или там несколько минут подряд. Ну, четко отведенное время, вот как в спортзале, такую тренировку, что вот, ну, нужно помахать руками столько-то раз. Столько-то раз надо попрыгать, похлопать ладоши, постучать по столу, или там, покричать даже. и происходит тоже такое же чудо. Происходит реализация этой потребности, и ребенок это перестает делать. Но об этом поговорим в следующий раз. Тоже буду рад услышать конкретные примеры от вас, кто, как это применял. Во многих случаях я узнаю об этом сам через много лет, как сегодня это происходило. Люди об этом не говорят, потому что это вроде бы не основное, что их беспокоило. Например, ребенок был неговорящим, и это было основное, что считалось важным родителем. А вот эти мелочи, они как бы особо не мешали в жизни, ну, исчезли, ушли, хотя никто ничего не делал вроде бы. не, в данном случае делали, но это, так как это прошло быстро, и другие проблемы были более актуальны, то на это внимание особо не выделялось. Вот это тоже проблема в буквальном смысле глобального масштаба, вот она нашла такое замечательное, простое, естественное решение. Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Всего доброго всем. Спасибо за участие и дальнейших успехов всем вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Давид. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»